Девушки отдыхают Ну да, баян получается. Ну знаешь, звучит как-то странно, как будто мы обижаем этот замечательный инструмент. Не переживай, сегодня мы его будем восхвалять. А начнем с того, что в годы Великой Отечественной войны звуки баяна поднимали боевой дух и вдохновляли на подвиги. Другое дело, работаем! Сегодня о выпуске. Отвечаем на вопросы фразами из песен, изобретаем новые музыкальные инструменты и вспоминаем старые шутки. Всем привет! Вы смотрите шок-шоу про городского детского медиа-центра Куча Мала. И сегодня у нас в гостях победительница огромного количества международных и всероссийских конкурсов лучшая военитка Чуваши Ксения Пальмова. Ее педагог, преподаватель детской школы искусств номер один Татьяна Михайловна Григорьева. Здравствуйте! Добро пожаловать к нам в гости! Вы в проекте «Шок-шоу». Шок, потому что мы пытаемся шокировать наших гостей, а шоу, потому что у нас всегда тут происходит какое-то шоу. И сегодня тем более, ведь у нас в студии баян. Давайте сразу покажем, на что, Ксюш, ты способна. Покажем, что это супер-баянистка. Ксюш, ты способна. 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 Мы будем играть тогда баянную. Мы посмотрели, послушали, проанализировали. Я говорю, ну, сложно очень. Ксюш, ты способна. 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 Ксюш. Ксюш, ты способна. Ксюш, ты способна. Ксюш, ты способна. Не могла видеть баян. Но потом все, на свои места. И теперь вы лучшие друзья. Да. Почему именно баян? Ну, да, есть же много других инструментов. Скрипка, фортепиано, больше такие нежные флажки. Ну, изначально я хотела пойти на фортепиано. Но так как фортепиано не помещалось в нашей комнате, мы пошли на баян, и места там было меньше, очереди меньше. А потом со временем он мне начал нравиться. Когда я был маленький, я очень хотел играть на скрипке. Но в итоге закончил школу искусств по классу фортепиано. Ну, не всегда наши мечты совпадают с реальностью. Давайте посмотрим рубрику «Взгляд снизу» и узнаем, на чем же хотят играть современные дети. Привет! На каком необычном музыкальном инструменте ты бы хотел уметь играть? Я, наверное, бы хотела поиграть на инструменте «Шагатель». Что это такое? Ну, это когда ты ходишь, 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 и у тебя издается звук. А можешь изобразить, какая примерно мелодия получится? Вот такая. Пум-пум-пум-пум. Музыкальный инструмент. У нас в школе это ребята, которые кричат. Я изобрела музыкальный инструмент, который называется «Дожди-муз». Что это такое? Это такой зонти, когда тебе скучно, ты идешь, капает дождик, то он издает прекрасные звуки. А как примерно звучал бы твой инструмент? Кап-кап-кап-кап-кап, кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап. Какой новый музыкальный инструмент ты бы придумала? Флейты животные. Это как так? Получается, ты играешь на этой флейте, а все животные приходят, и ты их кормишь. Санкус. Что это такое? Это такой инструмент, ну, это санки. Когда ездишь по снегу, эти санки издают звуки. И у нее есть руль, и когда руль открываешь, выходит вот этот, вот, и вот так вот звучит. Тум-фум-тум-фум-тум-фум-фум-тум-фум-тум-фум-тум-фум-тум-фум. Скажи, на каком необычном музыкальном инструменте ты бы хотела уметь играть? На таком инструменте пилика. Это такая пила, которая рубишь, когда дрова, она играет мелодию балаболи. Что это такое? Это такой инструмент, там дуешь, а он сделан из коктейля-памочек, и он издает звук вещания. Ну, можешь показать, как он примерно будет звучать? На роге-гитаре все играют крутые пацаны. Давайте вернемся к баяну. Вы поете с семьей песни на праздниках? Нет. Нет? И даже не просят. Мы тоже не поем. Даже мама не говорит, а вот смотрите, что она умеет, ну сыграй. Ну, конечно, говорит, но я говорю, нет, я это не могу. А, ну, спасибо. Ну, я так же делал. Вы учите ребят играть на баяне, но многие люди путают его с аккордеоном. Это раздражает? Нет. Я думаю, что это просто незнание человека, ведь у аккордеона в правой клавиатуре что-то типа пианино, клавиши, а у нас кнопочки. А что лучше, баян или аккордеон? Вот сначала, Ксюша, вопрос. Баян или... Я вообще не люблю слушать аккордеон. А, ну, мне нравится баян, и все. Аккордеон более эстрадный, а на баяне можно и эстрадную, и классическую, и оркестровую музыку, и любой может сыграть. Вот сейчас и посмотрим. Наш друг Иван Викторов играет на аккордеоне, и он готов к дискуссии. Иван? Ну, что, кто там что про аккордеон говорил, а? Здрасте. Здрасте. Ксюша, ну вот скажи, почему именно, ну, баян? Это же обычная коробочка с кнопочками, даже не с клавишами, а с кнопочками. Именно из-за кнопочек, я думаю. Именно из-за кнопочек, ну, даже слово аккордеон, из моих уст это, конечно, звучит картава, но аккордеон. Так же звучит баян. Более грациозно, чем аккордеон. Ну, не соглашусь. Кому как? Вот если баян без регистров, изначально же он был без регистров, и звучание одной клавиши, как одна нота. А у аккордеона может быть звучание, как сразу три звука в одной ноте. Более широкий диапазон звуков. Ну, смотря кто играет на баяне, можно одну ноту вытащить так, что там будет звучать водичка, воздух, ветерок. Ну, в аккордеоне же намного проще, там все клавиши расположены по порядку, а на баяне все запутано, что даже пальцы в косичку. На баяне клавиши точно так же расположены, как на аккордеоне, просто они идут вот так вот, а у вас они идут как бы вот так вот. Прямо линейно. У вас линейку, а у нас зигзагом. Ну, зигзагом, и пальцы в косичку. Да, ну под пальцами все. Тут вот широко, а у нас все под пальчиками раз-раз-раз-раз, и все. Ну, когда линейно выглядит, по-моему. Мы можем запросто аккорды большие брать. Вот вы возьмите много звуков, две октавы. Ну, если пальцы широкие. А у вас не хватит пальцев. У вас ладошку поместится четыре, а мы можем сразу пять на две октавы. Ну, так-то да. Вот если вам предложили такую большую кругленькую сумму, чтобы вы отказались на всю жизнь от баяны и взяли бы аккордеон, что бы вы выбрали? Баян. Ну, ты зря. Лучше бы деньги взяли. И баяны-то чем? И баяны-то чем? И баяны-то чем? Баянам тоже можно заработать деньги? Ну, это как бы не стопроцентно уверенность, что заработаешь, а так тебе... Ну, если ты работаешь, то можешь заработать. Ну, вот тебе 13 лет. Ну, у тебя же нету постоянного заработка. Например, я получаю уменную стипендию в Балютюарской Республике. Также можно получать гранды президентские. Постоянный доход. Не, ну, тут как бы наши полномочия и все. И вообще двое на одно нечестно, да. А между прочим, кстати, баян с плагиателем аккордеон. Аккордеон появился в 1829-м, а баян в 1907-м. С плагиателем? С плагиателем, да. Прямо вот с плагиателем. Они же родственные инструменты. Звукоизлечение по одному принципу идет. Ну да, но аккордеон же раньше появился. Но это ничего не доказывает. Поэтому лучше не спорить. И тот хороший, и этот хороший. Просто тому, что нравится. Ребята, это бессмысленный спор. Оба инструмента очень хороши. Лучше сыграйте вместе. Это была рубрика импровизации. И Ваня Викторов. У нас рекламная пауза. Девочки, что происходит? Где потерялась соль? София, мне кажется, это ты ее потеряла. Не можешь достать соль? Не расстраивайся. Это вовсе не дефицит. Поваренная соль не только спасет суп, но и поднимет настроение педагогу по вокалу. Вот я ее нашла. А теперь нескромный вопрос. В этом, наверное, я думаю, Татьяна Михайловна больше разбирается. Сколько стоит хороший баян? Или ты тоже знаешь? Ну, хороший баян почти 500 тысяч будет стоить. Прям он вообще будет замечательный. Или есть еще лучше? Еще лучше бывает. И под миллион бывает. А твой баян сколько стоит? Вот этот? 320 тысяч. Этот баян стоит очень дорого, как целая машина. Ты когда-нибудь его роняла? Если я его роняла, то только вместе с собой. Только на меня. Ну, если баяну ронить, ну, этот или поменьше, может случиться какая-нибудь проблема. Или кнопочки рассыпятся, или корпус треснет. Для этого существуют мастера. Поэтому Ксюша жертвовала собой. Да. Ну, именно этот баян мы не роняли. Есть у меня ученик, который уронил гармошку, потом в результате дедушка собрал все в совочек, выкинули. Ну, можно гармошку и собрать. Если корпус целый, мастер соберет. А как можно ухаживать за баяном? За баяном? И нужно ли это? Ну, бывает он расстраивается. Бывают у нас голоса лица. А как его расстраиваются? Голоса ломаем. Вот занимаемся, занимаемся много, играем громко. У нас голос ломается. А голос надо наклепать. Мы несем мастеру. Вы сказали, что у баяна есть голос. Он что, живой? Да, он живой. Можно потянуть так, что можно понять все, что угодно. Нарисовать, сделать. Как ты говорила, вода, вода, ветерок там. Да, ветерок там. Нарисуем звуками. А как его ты ласково называешь? Баян. Очень ласково. Ну, знаете, мы с Сашей обсуждали до съемок, обидно ли, что баяном называют старые шутки. Или не обидно? Ну, я думаю, просто речь идет о разных вещах. Есть, кстати, еще одна версия происхождения слова баян. Кто-то выложил на сайте анекдот.ру всеми известный анекдот. Хоронили тещу, порвали два баяна. После этого и начали называть старые анекдоты баянами. А вы можете сейчас назвать какие-нибудь шутки баян? Не думаю. Я обычно шутками не увлекаюсь. Даже так-то и не слышу их. Ну, там, колок повесился или что-нибудь запил. Ну, мы таких шуток собрали много. Так что, может быть, что и вспомните. Красьте. Забор покрасьте. Русалка села на шпагат. Это, конечно, неправда. Да, ну ты там меня красиво снимай. Ладно. Прохладно. Почему, если есть амплитуда, нет амплитуда? Даня, любишь мороженое? Да. Провода. Снеговик замерз. Сидит лось на рельсах. К нему подходит другой и говорит, подвинься. Ха-ха. Никит, как дела? Пока не родила. Это шок-шоу, и мы продолжаем. У нас в гостях лучшие боянисты-чуваши. Кстати, я тоже много участвую в музыкальных конкурсах. И от волнения у меня часто потели пальцы и соскальзывали с клавиш. У тебя что-то подобное было? Да, конечно. Ну, я выхожу на сцену, сажусь, начинаю играть, и потом как-то успокаиваюсь. Но все равно пальцы бывают потными, бывают холодными. А должны быть обязательно теплыми, чтобы... Да. В чем, по-твоему, твой секрет успеха? Достижение цели. А какие самые значимые конкурсы вы посещали? Для меня значимый конкурс, наверное, это награда из Нижнего Новгорода. И конкурс имени Балакирева. Ну, самая весомая победа, наверное, это последняя победа в творческом смотре учащихся в рамках конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств России». Для нее эта победа прошла незаметно, потому что мы делали видео, и я делала про нее ролик и прикладывала к пакету документов. Поэтому, как бы, для нее этот конкурс прошел незаметно, заочно, потому что это заочная форма участия. То есть вы, Татьяна Михайловна, получается лучший преподаватель детской школы искусств в России? Да. В 2018 году. В 2018 году. Я даже не знала, с таким человеком имею дело. Ксюша, скажи, занятия в музыкальной школе тебе помогают в обычной школе? Да, конечно. Я узнаю новые термины, узнаю биографию композиторов, а они из разных эпох. Это помогает и по истории, и по музыке, а также меня просят играть на баяне, на каких-то мероприятиях, ну, школьных. А ты хочешь связать свое будущее с баяном? Да, конечно. В будущем я хочу поступить в училище, потом в консерваторию, а потом в заведение высшее и стать профессором. У тебя большие планы, например. В каком ты классе учишься? Я учусь в седьмом классе. А ты успеваешь делать две домашки одновременно? Да. Ну, смотря что задают, бывает, что по баяну сложнее, чем там, или наоборот. Но обычно совмещать не очень прислушно. Я бы дополнила. Ксюша у нас учится в седьмом классе 35-й школы. Все семь лет она круглая отличница. И такая же круглая отличница она в музыкальной школе. Она об этом не сказала, но такой факт. Это что-то вообще. А ты хочешь на какие-нибудь другие кружки? Ну, я недавно записалась на вокал. Ну, знаешь, мы с друзьями любим играть в игру. Отвечать на вопрос строчка из песни. Вы когда-нибудь так пробовали? Нет? А если бы мы уже начали играть, мы могли ответить песней группы «Сплин». Выхода нет, скоро рассвет. Ну, это тоже. Самые различные варианты в нашей очередной рубрике. Всем привет! Мы перелопатили множество песен и нашли самые интересные строчки, которыми вы можете ответить на разные вопросы. Ну, например, что, ребят, как идет подготовка к ЕГЭ? Все идет по плану, скоро рассвет, но выхода нет, нет. Может, пойдем прогуляемся? Твоя мама говорит, что на мне по пути, когда слышит мой голос трубки домофон. Верни сотку. Я ухожу, ухожу красиво. Как погодка? Холодный ветер с дождем усилился стократно. Что ты хочешь в подарок на день рождения? Миллионы, миллионы, миллионы алых роз. Тайя, может, хватит уже в телефоне сидеть, а? С тобой я не могу, и без тебя никак, мой самый лучший друг. Лидь, когда уже звонок, а? Да-да-да. Ну что, Даня, все уже снято? Сняла, покори, да, о-о-о, и я ее... Большое спасибо, что нашли время и заглянули к нам в гости. У нас для вас есть подарок. Книга, созданная учениками городского детского медиа-центра «Куча мала». Называется она «Скороговорушки». Мы придумали и собрали много вместе веселых скороговорок. И мы очень надеемся, что она вам понравится. Да. Возьмите сюда. Спасибо. Вы смотрели шок-шоу, проект городского детского медиа-центра «Куча мала». Пишите нам, лайкайте нас. Хэштег «Куча мала» круто всегда. Пока-пока. Так, все, хорошо, вспомогаем. Давайте что-нибудь сыграем, веселенькое или новое. Давай. Давай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok